МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть времена, которые не отражены в исторических романах, о которых не рассказывают учителя, о которых мало что известно, но они наполнены легендами, тайными и событиями. И прикоснуться к ним можно на маленьком пятачке земли, который занимает Выборгский замок. Потому что стоит бросить только один взгляд на эту крепость, и возникает желание понять, как все начиналось. Здесь граница, за которой откроется совсем другой мир. В нем жизнь человека призрачна и мимолетна, и даже не заслуживает особого внимания. Воевать здесь означало поддерживать мир. Вот почему подобные замки строились по всем правилам защиты от осад и набегов неприятелей. Если говорить о мудрости тех, кто затевал эту стройку, то давайте сразу обратим внимание. Допустим, у нас с вами сейчас задача построить фортификационное сооружение. Выбрано очень удобное место. Гранитная скала, возвышение. Значит, уже какая-то доминанта существует, возвышающая это фортификационное сооружение и дающая обзор. Теперь, вы бы подумали, надо вырыть ров, чтобы сюда неприятель не подошел к вашим, допустим, покоям или к вашей крепости. А нам ров не надо рыть. Вот он вокруг, уже есть естественная среда. И попробуй преодолеть без флота вот эту преграду, без каких-то дополнительных плавсредств. И история доказала, что действительно за всю историю замка никому не удалось взять его штурмом. В России больше таких средневековых европейских замков нет. Он уникален тем, что позволяет заглянуть в прошлое, перенестись на семь веков назад. В земли язычников двинулись шведы. Трудности ждали их, раны и беды. Дрались язычники, что было сил. Тех, кто в поход шел, конунг просил крепость построить, чтоб постарались там, где чужие леса простирались и где кончалась Христова земля. Так поэтично рассказывал неизвестный автор в хронике Эрика о третьем крестовом походе шведов. Язычниками он называл Карел, в чьи земли и вторглись шведы. А кто такие Карелы? Частично славяны и финны. Это люди, которые мало говорят, потому что много знают. Потому что молчание, как известно, золото, а разговор серебро. Они обладали способностью общения с мирами, с духами. Они почитали совершенно справедливо колдунами, потому что они действительно ведали какими-то тайнами. Финны знали, что слово есть дело. Ну, крестоносцы, мы знаем, чем занимались. Они носили христианство силой. Вдохновителем и родителем завоевательных крестовых рыцарских походов был Папа Римский. А направил экспедицию маршал Торгельс Кнутсен, правая рука юного короля Швеции Биргера Магнусена. О начале карьеры Торгельса Кнутсена мало что известно. Он владел усадьбами в различных областях, отличался прямым и жестким нравом. Был он умен и радушен со всеми. Крестьяне, священники, рыцари, слуги – все были довольны жизнью в округе. Маршал Торгельс Кнутсен был фактическим правителем шведского государства и организатором похода шведов на карельские земли. Поход Торгеля Кнутсена закончился на берегах Невы, где в месте впадения Охты в него возникла крепость Ландскруна – венец земли. Вот венец крестового похода. А сам Торгель Кнутсен впоследствии был казнен. Уже в 1306 году ему отрубили голову в городе Ньючопинге. Тайным замыслом шведов было не только обратить финских язычников в истинную веру, то есть в католицизм, но и контролировать торговлю в Карелии. Для защиты Карелы строили небольшие деревянные укрепления, за которыми укрывалась стража. Высокий чистокол и башенка возвышались на острове, но они не спасли поселение от гибели. На месте сожженного сторожевого пункта шведы и заложили замок. Назвали Выборг. В переводе с древнескандинавского – Святая крепость. Когда мы смотрим на Выборгский замок, Выборгскую крепость, первый момент воспринимаем как нечто чужое и интересное. Вот это первое впечатление. Это не наше, это чужое. Но когда мы это ощутили, и когда вдруг сопоставились с крепостью в Орешке или в Пскове, и в Новгороде, то мы увидим, как на этой разнице, которую мы ощущаем, мы выявляем то, что является сутью и нашей крепости, и этой. Чтобы понять себя, нужно посмотреть на себя со стороны. Проходит всего год после закладки первого камня, как новгородцы, считавшие карельские земли своими, предпринимают попытку вернуть их. Поход 1294 года заканчивается неудачей, как и остальные. Правда, попытки покорить Выборг будут предприниматься снова и снова. Уже в 1495 году царь Иван III осаждает город с армией, многочисленность которой уподоблялась деревьям в лесу. Тяжелая артиллерия, пушки длиною в 24 фута извергали на город град из железа, свинца и камней величиною с дно бочки. Две башни были разрушены, а третья получила такую пробоину, сквозь которую можно было бы протащить мешок с охмелем. Когда русские начали штурмовать город, они были практически уверены в победе. В течение семи часов гарнизон мужественно защищался, бросая на врага бочки с горящим дегтем. Но новые массы войска Ивана III постоянно врывались на место павших. Защитники были вытеснены, осаждающие стали перелизать через стены. Обороной города руководил наместник Кнут Поссе, легендарный военачальник. Его считали магом и чернокнижником. Предание рассказывает, что когда Поссе сидел на берегу моря и чертил на песке корабль, то корабль этот тотчас же начинал плыть по морю. В истории осталась легенда о Выборгском громе и о колдуне-наместнике, который приказал отнести под своды единственной оставшейся башни огромный котел. Адский котел. Он создал не просто порох, а такой жуткий раствор, в который напихал всякой гадости, включая, страшно сказать, языки повесившихся. Где он их столько набрал. Но раствор был действительно... Эта пороховая бочка была действительно непростая, чтобы все это рвануть. И войска Ивана III отступили. Знания у него какие-то были. В этой легенде есть и правда. Действительно, башня была взорвана, а русские войска отступили. Хотя победа была близка. Замок снова отстроил уже следующий наместник шведского короля. Главными обязанностями наместника были содержание замка и войска, сбор податей с населения в пользу короля, защита границ от неприятеля. Наместники сменялись так же часто, как и короли. Дело в том, что в это время в Швеции монархов выбирали. Естественно, из знатных и известных фамилий. Правление могло длиться и 10 лет, а могло быть очень коротким. Не угодишь епископу или одному из знатных семейств, и все. Прощай королевство. К сожалению, коллективу нашему музею на протяжении уже многих лет не удается создать такие истинные экспозиции, где стояли бы вдоль стен доблестные рыцари в доспехах. Поэтому мы нашли другой выход из положения. Сегодня любой посетитель замка может перевоплотиться в рыцаря средних веков. Дети могут поиграть, пострелять, из орудий средних веков, ощутить себя действительно рыцарями или оруженосцами. Молодежь совсем маленькие. Ребятишки могут научиться плести кольчугу, могут девочки вышить какой-то орнамент средних веков. Замок средневековый живет сегодня своей средневековой жизнью. Помимо воин с внешними врагами, в Швеции в начале шестнадцатого века вспыхивали